Здравствуйте! Популярный сервис создания и публикации коротких видеороликов повышает уровень безопасности для несовершеннолетних пользователей. В скором времени появятся функции под названием режим семейной безопасности. Набор функций позволит родителям устанавливать для ребенка не только максимальное время просмотра видео, но и ограничивать контент, а также круг пользователей. Как вмешиваться в жизнь своего семейного чада без чрезмерного контроля? Об этом поговорим сегодня в актуальном интервью. У меня в гостях Светлана Рожкова, заведующая отделением телефона доверия Ставропольской краевой психиатрической больницы. Светлана Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Как родителю понять, что его тревога и контроль за его жизнью, вот здесь уже перегнул палку, чрезмерная? Ну, насчет того, что вы сказали по поводу контента, здесь я двумя руками за. Ограничивать время, когда ребенок в виртуальной реальности, я думаю, это необходимо. И ребенок не в состоянии сам установить такой контроль, даже подросток. Стоит ли ему знать, что это родители тебе ограничили доступ или тихо, пока он спит, выключить какие-то функции? А если ребенок узнает? Все-таки с детьми нужно быть предельно честными. Это должны быть доверительные отношения. Потому как если в отношения родителей детей вкрадывается обман, то это, знаете, это все равно, что вытащить камень из фундамента. Можно строить сколь угодно красивое здание, а оно все равно будет шатким. А что касается гиперопеки и гиперконтроля, тут вот как психолог давно в профессии должна сказать, это такая больная тема. Я думаю, с ней сталкиваются многие семьи. Откуда возникает вообще эта родительская гиперответственность? Это от моих же родителей, а потом от родителей, от бабушки, дедушки. Почему? Это такое воспитание семейное? Знаете, бывает по-разному, все-таки индивидуально. Да, конечно, каждый из нас берет за основу схему своей собственной семьи. Но это же не значит, что мы повторяем от и до. Это во-первых. Во-вторых, давайте сравним, если уж говорим про бабушек, дедушек, пап и мам. То есть в прошлом не было такого контроля по одной простой причине. Не было телефонов, не было гаджетов. С одной стороны, и родители были спокойны за своих чад. С другой стороны, во-первых, как-то мы все равно, те, кто росли в Советском Союзе, были под присмотром. Там были то советы дружины, то советы отряда, то лагеря детские, то еще что-нибудь. То есть мы постоянно были чем-то заняты. Постоянно чем-то заняты. И малый процент детей и подростков, которым, что называется, нечем было заняться. Да и как-то, как вот в ролике в интернете распространяется, как мы выжили. Ездили в кузове грузовика и не пристегивались, лазили по стройкам, пили воду из-под крана и так далее. Сказать, что просто не обращали внимания, я не могу, потому что действительно мир стал не таким безопасным. Появляются новые возможности, но помимо новых возможностей появляются новые поводы для тревоги. Это объективно. Но гиперопека, она, скорее всего, это мое личное мнение, да, как профессионала, который сталкивается с подобным явлением, она, наверное, усиливается, опять же, с возникновением новых возможностей и новых тревог. То есть такая эволюция родительская, да? Эволюция родительской гиперопеки и гиперконтроля как части этой гиперопеки. Может быть, я поясню, что подразумеваю под словом гиперопека. Это взаимоотношения родителей и детей, которые характеризуются высоким уровнем контроля, тотального порой контроля, характеризуются излишней заботой о детях, стремлением оградить их от всего и вся, от всех опасностей и всех напрягающих моментов этого мира. Какое поведение может ребенка насторожить взрослого, ну, совершенно, может быть, стороннего, и он поймет, что вот в этой семье родители относятся гиперответственно? Именно ребенка поведение? А в любом случае, да, отражается на ребенке его дальнейшем поведении? Совсем маленькие дети тут достаточно сложно, потому как ребенок еще в юном возрасте совсем, ну, я говорю о детях 4-5 лет, да, 3-4-5-6 лет, они еще даже не понимают, что такое гиперопека. Наоборот, детки в этом возрасте достаточно беспомощные, и подобная забота, она создает определенный комфорт. Но с возрастом дискомфорт в отношениях, он усиливается. Причем не только в отношениях родителей и детей, но и во взаимоотношениях таких детей с обществом, с окружением. То есть если ребенка опекают, оберегают, все за него решают, ребенку даже хотеть нечего, потому что за него уже все похотели и все сделали, да, какие у него будут взаимоотношения с внешним миром? Это человек беспомощный, непривыкший брать на себя какие-то обязательства и обязанности. Человек дезадаптивный, то есть со сниженной способностью к адаптации к тем или другим ситуациям, который вообще не знает, как действовать в некоторых ситуациях. Капризный, привыкший добиваться своего какими-то вот такими вот эмоциональными реакциями. Порой, если мы уже говорим о более старшем возрасте, самовлюбленный, с неадекватной самооценкой, испытывающий проблемы во взаимоотношениях с людьми. То есть я еще, знаете, минут 10 точно могу перечислять последствия гиперопеки. Ну вот кто-то сейчас слушает нас и скажет, мне кажется, это нормальная забота. Я вот так вот же с ребенком со своим, я вот оберегаю, там, не знаю, помогаю делать уроки, не знаю, помогаю убирать ему в комнате, ну и так далее, и так далее. Он скажет, это не гиперответственность, а нормальная забота. Где вот эта грань? Наверное, в слове «помогаю». Если ребенок сам наводит порядок в комнате, а мама помогает или папа там, где он чего-то не может сделать, скажем, положить на верхнюю полку шкафа вещи или подсказать, как лучше помыть полы, это одно. А когда мама пришла и сама все сделала, либо еще один вариант, «да, я лучше сделаю, у тебя никогда ничего не получается», это же совсем другое. У меня довольно сложно с вами общаться, потому что я все время задаю вопрос, как будто бы, а вот моя подружка сказала, а на самом деле, вот я сижу и прям про себя все слушаю, мне тоже кажется, что вроде бы это обычная забота, но вдруг, не дай бог, упадет, тут помогу ему на полочку книжечку поставить. Очень сложно человеку, который уже привык, там, не знаю, 5-10 лет, да, именно так воспитывать своего ребенка, так переключиться и воспитывать по-другому. Ну, кто должен открыть маме, папе глаза на происходящее? Ну, прежде всего, они сами, потому как, еще раз повторю, что дискомфорт растет. И если ребенок начинает жаловаться на то, что у него не складываются отношения, скажем, со сверстниками, или, ну, все равно где-то какие-то общие мероприятия, родители видят, что их ребенок, скажем так, не очень-то хорошо вписывается в ситуацию, да, на каких-то общественных мероприятиях, и помимо жалости и высказываний «все неправильно делают», вот мою принцессу обидели, нужно все-таки, наверное, задуматься, а нет ли ошибок в воспитании, хотя ошибки признавать – это, наверное, самое сложное. Насчет вот излишней заботы, как вы сказали, да, оберегать, не дай бог упадет, а как-то ребенку тренировать его тело, не понимая, что вот это горячо, а это можно удариться. А сколько бы вы своему ребенку не говорили, что смотри, вот это угол, ударишься – будет больно. Он пока сам боль не испытает, он не научится себя беречь. И вот можно я вам лично и мамам, которые нас слушают, сделаю небольшой подарок. Есть такая фраза волшебная, которую стоит периодически про себя повторять. «Его жизнь, я за него не проживу». «Я за него жизнь не проживу». Вот попробуйте, правда, когда ловите себя на вот таком состоянии гиперопеки, не дай бог чего, да, сказать «это его жизнь». Ошибки. Пусть мамочки, ну какая-то мамочка признает свою ошибку, можно ли ее исправить? Нужно. Не только можно, но и нужно. Причем, вы знаете, даже и во взрослом возрасте, потому как мы сейчас с вами говорим родители, дети, но если ребенку 40 лет, а родителям 60, это все равно родители и дети. И иногда обращаются люди уже в зрелом возрасте, когда такая гиперопека, она продолжается. И что называется, родителей не отпускает. И они не отпускают своих детей. Даже в зрелом возрасте, скажем, в возрасте 30 лет, можно подкорректировать свои взаимоотношения в семье. Можно и нужно. Тем более, если речь идет о детях и о подростках. А ребенку не болезненно, если он привык к такой заботе, и тут раз, мама поняла, что нет, это чрезмерная забота, и надо вести себя немножко по-другому. Не будет ему болезненно. А такое бывает, что прям раз, и перестала заботиться. Конечно нет, это в сказках только бывает. В любом случае, если мама чувствует и понимает, что существуют какие-то проблемы в взаимоотношениях, и она хочет подкорректировать, давайте так, это мудрая мама. А мудрая мама, вот мы говорим больше о мамах, потому что, да, чаще всего все-таки это свойственно женщинам, но, кстати, и гиперопекающие отцы – это тоже не редкость. Так вот, мудрый родитель, он всегда найдет возможность сделать это безболезненно, потому как, если я гиперконтролирующий родитель, по причине того, что я реализуюсь за счет ребенка, я пытаюсь свои амбиции за счет ребенка реализовать, я пытаюсь поправить свою самооценку, если там в обществе я не реализовался, но передо мной рядом маленький человек, который, как мне кажется, принадлежит мне целиком и полностью, и я буду реализовывать свои потребности в доминировании через него, мы о таких родителях не говорим. Мы говорим о любящих родителях, которые в определенный момент ловят себя на том, что я слишком тревожна, я слишком боюсь за своего ребенка, и моему ребенку уже 16-17, он уже начал бриться, а я продолжаю трусить, когда он куда-то отправляется, и я ему не доверяю, я чувствую, что я не доверяю. Вот в этом случае, но я настолько его люблю, что я не хочу, чтобы наши отношения страдали. Вот в этом случае, да, всегда найдут возможность. И в том числе обратиться к специалистам и в городе, и в крае. Такая возможность есть. А нет ли какого, может быть, психологического теста, если родители не понимают, какая забота у них, чрезмерная или нет, не знаю, там вот, что ты выберешь, там, красная или зеленая, и тогда вот будет понятно. Анастасия, есть и тесты, и такой метод, как наблюдение, да, и рисуночные тесты, и масса всего. А если брать нашу работу, скажем, телефон доверия, да, то достаточно бывают беседы. Беседы для того, чтобы человеку подсказать, действительно существует ли гиперопека в их отношениях с детьми, и что с этим делать, да, то есть, ну, если люди не знают, куда обратиться, пускай позвонят на наш телефон доверия 99-17-86. Это анонимно, бесплатная и круглосуточная служба. 99-17-86. И наши психологи, выслушав человека, помогая ему определить его проблематику, сформулировать его проблему, могут подсказать, куда обратиться. У нас большая телефонотека, помимо возможностей нашей больницы, у нас очень большая психологическая служба, помимо возможностей нашей больницы, это не значит, что человек должен лечь именно на лечение, в стационар, да, нет. Можно обратиться в кабинет медико-социально-психологической помощи, да, или по, скажем так, платным услугам получить услугу психолога. Помимо этого, есть масса телефонов, организаций различных, и Центр помощи семье и детям, и Краевой Центр психологический, и масса других организаций, где могут помочь вот по этому вопросу. Ну такой вопрос необычный, да, если готовы обращаться к психологу при подготовке к экзаменам, или там развод родителей, какая-то стрессовая ситуация у ребёнка, может быть он, не знаю, часто болеет, или там плохо спит, а вот гиперответственность родителей, не знаю, часто ли поступают такие звонки с такой проблемой? Такая проблема, она может быть замаскирована вот теми проблемами, о которых вы сказали, да, гиперопека при сдаче экзамена ведёт к тому, что и родители, и дети находятся в стрессе, вплоть до того, что в невротическом состоянии, которое уже требует какой-то медикаментозной коррекции. Такие случаи нередки. И хорошо, если люди обращаются, хорошо, если люди обращаются на наш телефон доверия, обращаются к врачам, не стесняясь и не боясь решать свою проблему. Хуже, когда проблема остаётся с ними, маскируется, либо люди пытаются её спрятать глубоко в душе, а с тем же, раз уж начали экзамены, да, давайте понимать, что ЕГЭ – это после него ещё адаптация в ВУЗе или в среднем учебном заведении, да, среднеспециально. Неизвестно ещё, что хуже, да, сам ЕГЭ или новое общество. Да, и к этой адаптации, к периоду адаптации ребёнок приходит уже в таком невротизированном состоянии. Может маскироваться даже, опять же, развод, гиперконтроль. Простите, разве в отношениях мужчины и женщины гиперконтроль не бывает разрушителен? Многие родители, наверное, тенденция последних лет сделать так, чтобы у ребёнка не было свободного времени, чтобы он не сидел в интернете, непонятно с кем не общался, не пошёл гулять там тоже с какой-нибудь компанией, вот пусть он после школы пойдёт на плавание, потом на английский, потом на дополнительные какие-то занятия по математике. Как влияет на ребёнка вот такая чрезмерная, наверное, нагрузка? Не все же готовы выполнять её, держать на себе? Вы правы, действительно, такую нагрузку готовы не все. Это, во-первых. Во-вторых, от всего ребёнка не убережёшь. Да, та фраза, про которую я сказала, это его жизнь, из-за него прожить её невозможно. Да, давайте лучше научим ребёнка разбираться в людях, в обществе, в ситуациях. Ну, вот моё любимое выражение – выработать душевный иммунитет. Вот, наверное, это задача родителей – выработать душевный иммунитет и не бояться. Ребёнок с крепкими семейными традициями, уверенный в поддержке любви своих родителей, своих близких, он, даже если попадёт в плохую компанию, он быстро разберётся, что к чему. А гиперопекаемый ребёнок, наоборот, попав в такую компанию, может, знаете, это такой побег от гиперопеки. Такое тоже может быть. Не обязательно сбежать там в другой город, сбежать с замужества, можно сбежать в дурную компанию. А насчёт вот такой нагрузки, если ребёнок… Есть такие дети, которые с интересом ходят, и эта нагрузка совершенно не является для них стрессовой или напрягающей. Да, замечательно. Было бы у ребёнка желание. Если для ребёнка это большая нагрузка, большой стресс, если он терпеть не может музыкалку и не хочет туда ходить, а его заставляют, дабы он не попал в плохую компанию, дорогие мои, вот именно туда он и сбежит. Музыкалка, наверное, яркий такой пример. Многие, а, точно, у меня тоже в детстве было, что музыкалку ты закончишь, точно. Будьте хорошими друзьями своим детям, посоветовать, подсказать. А если уговорить? Может быть, да, и уговорить, и настоять. Это тоже вариант, да. То есть моя собственная дочь, когда-то мне сказала, почему ты не заставила меня закончить художку. Глядя на неё, я сказала, а тебя можно было заставить что-либо делать против твоей воли, да? То есть, ну, с другой стороны, честно признаюсь, я до сих пор жалею, что когда-то не надавила на неё в каком-то смысле. Да, настоять. Такое, да, я согласна подсказать, объяснить, может быть, действительно настоять, да, чтобы ребёнок не бросал художку, музыкалку или какие-то кружки. Если вы видите, что у него получается, найдите способ его мотивировать. А если у ребёнка и не получается, и не хочется, и, скажем так, по своей психофизиологии он не выдерживает такую нагрузку, ну, давайте будем добрее, и не будем, я уже говорила об этом, реализовывать свои амбиции посредством собственного ребёнка. Много говорим сегодня в том числе о гаджетах, какие-то группы в социальных сетях, неблагополучные, какие-то контакты. Ребёнок часто сам по себе с телефоном, неизвестно, с кем он переписывается, какое он видео смотрит, чтение детской переписки или контроль тотальный телефона, где был, какие сайты посещал. Вот как вы считаете, нужно ли это в тайне от детей, может быть, до какого-то определённого возраста? Если вы делаете это в тайне от ребёнка, вы должны быть уверены на 100%, что он об этом не узнает. Контроль нужен. Ну, этот вопрос часто на родительских собраниях задают. Контроль, конечно же, нужен. Другое дело, как осуществлять этот контроль? Я уже сказала, что быть другом и советчиком своему ребёнку... Давайте слово «контроль» заменим словом «интерес». Где-то узнать, попросить совет у ребёнка, где-то поинтересоваться, что он делает. Ведь порой действительно даже после лекции дети подходят, мы проводим психопрофилактические лекции в школах, и спрашивают, вот знаете, моей маме совсем неинтересно, чем я занимаюсь. Действительно, нам кажется, что мы контролируем, мы смотрим, но контроль и интерес – это разные вещи. Поинтересоваться, чем занят ребёнок. И если вам не нравится то, чем он занят, предложите что-то, что будет ему тоже интересно. Но вместе с вами. Если вам не нравится, что он сидит в какой-то группе в соцсетях, да пойдите с ним на каток. Или ещё куда-нибудь. Есть ещё и такие необычные мобильные приложения, которые следят за передвижениями ребёнка. Умные часы, даже, по-моему, в детский сад детям многим надевают и знают, хотя и так понятно, где ребёнок в детском саду находится, но в любом случае контролируют буквально чуть ли не в яслях. Как вы считаете, для таких малышей стоит ли вообще приобретать такие гаджеты и приучать ребёнка, что он всё время привязан к родителям? Понимаете, в чём дело. Даже если приобретается тот гаджет, о котором вы говорите, это не значит, что будет гиперконтроль со стороны родителей. Можно и без гаджетов замучить гиперконтролем так, что ребёнок не будет знать, куда деваться. А можно, имея такой гаджет, как условия безопасности и снятие тревожности определённой, при этом не контролировать каждый шаг ребёнка. В конце концов, если вдруг, не дай бог, что, как раз вы и узнаете об этом. Поэтому это выбор родителей. Вы говорите о том, что человек в 12 лет уже становится самостоятельным. Какими навыками, наверное, он должен обладать, чтобы родители уже были спокойны? Ты идёшь спокойно на улицу сам, по светофорам, может быть, садишься в маршрутку, в троллейбус. То есть родители могут ему доверять. Какие вот такие базовые навыки должны быть? А вот вы как раз и сказали, всё начинается с доверия родителей. Родители действительно должны доверять своему ребёнку, должны верить в его способности. Это тот иммунитет души, о котором я говорила. То есть доверять ребёнку и говорить, что ты у меня умненький, ты куда ни нужно не влезешь. То есть навыки, конечно, ребёнок и может, и должен в таком возрасте и проехать определённый маршрут, и найти какое-то, не знаю, здание в городе, ориентироваться в городе достаточно неплохо. Да, между нами современные дети такие развитые, что они сами с помощью тех же мобильных приложений могут нам с вами рассказать, куда направляться и где это найти лучше, да, и как вызвать такси и так далее. То есть лучше, чем, скажем, например, я могу оперировать такими программами. Ну, что называется, больше доверять своим детям. Если уж такая родительская ответственность, ну, давайте вместе с ними пройдите по маршруту, определитесь, безопасен ли маршрут. Я думаю, что это будет вполне разумно. Определите круг возможностей, определённые границы, скажем, для моего спокойствия ты говоришь, куда ты идёшь, с кем ты идёшь, где вы будете. То есть, скажем, точно знать адрес, куда направляется ваш ребёнок. Какие-то моменты, обеспечивающие безопасность, они, конечно, основополагающие, они должны быть. Мы сегодня говорим всё время о родителях. Но я думаю, что есть ещё такой вопрос, как гиперответственность бабушек и дедушек, которые говорят, ага, вот ты за ребёнком не следишь, он вот поехал на маршрутке, а ему ещё рано. Это тоже, наверное, какой-то другой, да, отдельный вид ответственности и заботы. Бабушкина забота, она, конечно же, отличается от родительской. Бабушкина забота или потакание интересам ребёнка? Я думаю, что, скорее всего, это настолько всё взаимосвязано чаще всего, что, да, бабушки, наверное, конечно, потакают. Ну да, вопрос непростой. Так бывает и достаточно часто, когда гиперопека с ребёнка переходит на внука. И, скажем так, если собственных детей порой наши бабушки, наши мамы, да, бабушки наших детей не очень-то контролировали в силу занятости, то теперь свободного времени много. Как известно, внуков мы любим больше, чем детей, и поэтому начинается бабушкина забота, да. Но опять же, это про внутренние границы, внутренние семейные границы, и выстраивать их необходимо родителям, то бишь взрослым детям, бабушек и дедушек. Такой семейный совет с разграничениями обязанностей. И это тоже. Не обижает ли это взрослое поколение, что вот, казалось бы, твои же дети, и тебя учат, как правильно общаться в семье? Ну, можно же по-разному выстроить эти границы. И абсолютно возможно, скажем так, да, выстроить такие границы взаимоотношений, которые не обижают и не ранят старшее поколение. Если вы обращаетесь за советом, а как бы спросить совета, такой опыт огромный накоплен, да, уникальный у каждого человека, почему нет? Но если вы чаще будете спрашивать, скажем, у мамы или у свекрови, да, как рецепт засолки помидор, или как убрать запах из холодильника, может быть, и всегда говорить, что такие пироги, как у тебя, у меня никогда не получатся, всё-таки давай вместе, или действительно что-то делать вместе, где они будут обучать внуков, делая упор на значимость жизненного опыта, тех знаний, которые имеются у старшего поколения. Я думаю, что это и воспитание уважения к старшим у наших детей, и поддержка самодостаточности наших родителей, дабы они не реализовывались через вот эту гиперопеку. Ты не хочешь считаться со мной, я уже старый, скажем так, и ты поэтому не считаешься, ты делаешь вид, что ты всё знаешь, всё умеешь, я буду тогда о внуках заботиться, и я буду тебе говорить, что ты плохой родитель. То есть выстраивание гармоничных взаимоотношений в семье, выстраивание определённых границ по отношению к детям, взрослым и старшему поколению, это очень сложно с одной стороны, но с другой стороны возможно. Проблема не личная, а семейная. Проблема общества. Есть ли в краевой психиатрической больнице такие специалисты семейного направления, где можно было бы не одному, а может с мамой, с папой, всей семьёй прийти и получить консультацию? Я говорила, что на платной основе можно получить консультацию психологов. Можно позвонить на наш телефон доверия 99 17 86. Где можно получить бесплатную консультацию. Бесплатную консультацию, да. Но бесплатная консультация, причём не одну, можно ряд консультаций. Если вы считаете, что ваша проблема за несколько звонков решена, можно вас с этим поздравить. Если вы считаете, что у вашей проблемы более глубокие корни, обратитесь на телефон, и вам подскажут, с кем из психологов вы могли бы поработать. Телефон доверия работает в каком режиме? Круглосуточно. Круглосуточно. Анонимно, круглосуточно. Не надо называть свою фамилию, имя, отчество абсолютно. Мы работаем с проблемой человека и в какой-то степени выполняем диспетчерскую функцию, переадресуя к специалистам, которые могут оказать помощь. У каждого же это индивидуально. Кому-то удобнее на частный приём, кому-то к нам в больницу, скажем, на платной основе. Кто-то рассчитывает на бесплатную помощь, скажем, в Центре помощи семье и детям или в Крайвом психологическом центре. То есть люди могут выбирать. Выбор действительно есть. И варианты поддержки тоже достаточно новые. И варианты поддержки, да. Было бы желание её получить. Потому как порой бывает так, один звонок, и никто мне не может помочь. Значит, ты так хочешь решить свою проблему. Будем надеяться, что всё получится у тех, кто готов решать проблемы и готов их признавать. Спасибо вам большое за встречу и за интервью. Ну а зрителям своего ТВ желаю хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok